МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Быть или не быть бакалавру правительства сегодня по предложению Минобразования одобрило отмену экзаменов в 12-х классах. Последнее слово за парламентом. Крупный штраф грозит мотоциклисту, который вступил в перепалку с полицейскими и, как выяснилось, был под воздействием наркотиков. Остановили его за проблемы с номерами, однако документы он представлять не хотел. Подробности случая расскажем в выпуске. Очередной антирекорд в разгар эпидемии. За последние сутки лабораторные тесты показали наличие коронавирусной инфекции у 252 человек. Диагноз подтвердился у 23 медработников. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в нашей стране приближается к 5,5 тысячам. Как заявил премьер-министр Ион Кику, в Сорокском психоневрологическом интернате было обнаружено 56 случаев заболевания. Инфекцию выявили как у сотрудников учреждения, так и среди постояльцев. К сожалению, сегодня это абсолютный антирекорд. 252 положительных теста из 1086 обработанных проб. Только в Сороках, в селе Бадичаны 56 новых случаев. Новый очаг инфекции в психоневрологическом интернате. В общих чертах именно этот очаг привел к таким показателям. Были протестированы все сотрудники. Все заражены. По словам премьера, подробности о новом очаге в Бадичанах станут известны завтра. Несмотря на то, что инфекция продолжает гулять по стране, власти не намерены продлевать режим чрезвычайного положения, который, к слову, истекает 15 мая. Лидером по числу заражений остается Кишинев. На втором месте Левобережье. Накануне вспышку коронавируса выявили в психоневрологическом интернате Бендер. COVID-19 подтвержден у 72 работников и подопечных. Число жертв COVID-19 в Молдове увеличилось до 185. 19 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Изменения в составах фракции продолжились и сегодня в парламенте. Так, депутат от партии социалистов Олег Тетеря сдал свой мандат. Как выяснилось, в связи с переходом на другую должность, несовместимую со статусом парламентария. А фракция партии Действия и Солидарность пополнилась еще одним парламентарием. Независимый депутат Ион Гроза объявил сегодня о своем решении примкнуть к политформированию. Я рада объявить и приветствовать решение депутата парламента. Иона Гроза присоединится к партии Действия и Солидарность. Ион Гроза на парламентских выборах прошлого года победил в Когульском избирательном округе номер 43. По его словам, за время своей работы с коллегами из фракции ПДС, взгляды на будущее развития страны были едины. Парламентарий выразил мнение, что работая вместе, политформирование в полной мере сможет решить проблемы, с которыми сталкиваются граждане. Проевропейские партии, которые обещали ввести страну по пути евроинтеграции, обязаны приложить все усилия для перезагрузки правительства ПДС, обладают наилучшим потенциалом для содействия этому процессу. Изменения и во фракции ПСРМ. Олег Тетерин сложил с себя полномочия депутата. Как выяснил недавно Зиар Улдегарды, это один из давних и преданных друзей главы государства. Оба даже являются кумовьями и неоднократно проводили вместе летние отпуска. В пресс-службе ПСРМ на наши телефонные звонки сегодня не ответили. Пришлось довольствоваться лишь сообщением в Фейсбуке социалиста Корнеля Фуркулица. Депутат от ПСРМ Олег Тетерин сдал свой мандат в связи с переходом на другую должность, несовместимую со статусом парламентария. Освободившийся мандат может перейти следующему кандидату в списке ПСРМ. Николаю Паскару написал Фуркулица у себя в Фейсбуке. Николай Паскару сейчас муниципальный советник Кишинева от партии социалистов. Сам он нам заявил, что не может комментировать ситуацию, поскольку не знает подробностей о своей новой должности в законодательном органе. В последние годы он завсегдатает торжеств по случаю дня рождения главы государства. В 2019-м он подарил президенту икону с изображением Штефана Челмари. Вот ум недоверия еще не представили, а уже готовы сформировать правительство и даже выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра. Об этом руководство партии «Платформа. Достоинство и правда» заявило сегодня на пресс-конференции, не назвав при этом имен. Определились и с названием будущего Кабмина правительства национального спасения. Ранее о решимости свергнуть Кабмин Кику заявили в партии «Шор», а также в группе «Промолдова». Сегодня же лидер партии «Действия и солидарность», отвечая на вопрос журналистов, заявила, что и они тоже рассматривают вариант отставки правительства Кику и назначения нового Кабинета министров, но при одном условии. Партия «Платформа. Достоинство и правда» готова для правления и выдвижения кандидатуры премьер-министра, способного сформировать правительство национального спасения. Мы изучаем возможность отставки этого правительства и назначения другого. Это может произойти только тогда, когда будет определен состав нового правительства и будет достаточное количество голосов в парламенте, чтобы назначить Кабмин, который бы работал на благо граждан. А Андриан Канду, ранее призывавший оппозиционной партии присоединиться к антиправительственному блоку, заявил сегодня, что не хочет альянсов, а лишь обсуждение о том, как можно свергнуть нынешнее правительство и назначить аполитичного премьера. Большая часть правительственной команды слаба. Вот почему правительство Кику должно уйти в историю. И сегодня же партия Шор заявила о готовности поддержать любую инициативу, а вот умение доверия правительству Иона Кику. В политформировании отметили, что не планируют создавать коалиции из-за слишком разных взглядов на видение политики, но поддержат назначение нового правительства. Сейчас самая большая фракция в парламенте – партия социалистов, которая насчитывает 37 депутатов. У ДПМ – 17 мандатов, у ПДС – 15, по ПДП – 1, а в группе «Промолдова» – 10 парламентариев, в партии Шор – 9. В парламенте есть еще два независимых депутата. Согласно регламенту, после выхода из одной фракции законотворцы не могут перейти в другую в течение шести месяцев. Пока парламентская оппозиция объединяет усилия, чтобы свергнуть правительство Кику, нынешний глава Кабмина утверждает, что его команда продолжает работать над реализацией поставленных задач. Тем более, что вот умение доверия в адрес нынешнего Кабмина – попытка не первая. Об этом в эфире нашего телеканала заявил сам Ион Кику. По его словам, несмотря на то, что за полгода правительство под его руководством столкнулось со множеством вызовов, в том числе с нынешней эпидемией, покидать пост премьер-министра он никогда не предполагал. Возможная политическая дестабилизация в меньшей степени влияет на правительство, но влияет на страну. Наши отставки хотели с самого первого дня, как мы получили мандаты и пришли в правительство. Мы занимаемся нашими прямыми обязанностями. По словам Иона Кику, за шесть месяцев пребывания в должности, которые он назвал самыми сложными за последние три десятилетия, у него не было мысли подать в отставку. С этого правительства, как у нас говорят, надо снять порчу, потому что на него свалились все беды с момента провозглашения независимости Республики Молдова. Ни у одного другого правительства не было практически ни дня, чтобы выбирать между плохими сценариями и очень плохими сценариями. Что касается кризис-менеджмента в период эпидемии, премьер-министр считает, что правительство с этим справляется хорошо. Сейчас нам уже легче рассматривать 160 случаев в день, чем в 20, как было в начале марта. На замечание, что Молдова в числе первых по уровню заражения среди медработников, Кику отметил, методология расчета этого показателя неверна. Другие страны включают врачей и медсестер. В Молдове все работники медучреждений попадают в эту категорию. Если так, то сами сможете увидеть, что в списке много водителей скорой помощи, поваров или людей, которые в принципе не имеют статуса медицинского персонала. Хотя Кику признал, что глава государства достаточно часто участвует в работе правительства, говорит, что не против этого, поскольку Игорь Дадон прежде всего политик. Министр юстиции Фадей Нагачевский просит у Конституционного суда дисциплинарного взыскания судьи Николая Рожки. Поводом для недовольства стала фраза, которую тот произнес на заседании по обсуждению кредитного соглашения с Российской Федерацией. Рожка тогда заявил примерно следующее. Не умерли после кражи миллиарда, не умрем и без этих 200 миллионов. Сам служитель Фемида признался, что сожалеет о сказанном. Ну а в самом КС ситуацию пока не прокомментировали. Не умерли после исчезновения из государственного бюджета миллиарда, не умрем и после этих 200 миллионов. Именно эта фраза побудила главу Минюста обратиться в Конституционный суд с жалобой. Чтобы исключить любые спекуляции, обращаюсь к Конституционному суду с просьбой дать ответ обществу, если это уместно, если нет, наказать этого судью. Сам Николай Рожка отказался комментировать поданную против него жалобу, но отметил, что ему не следовало произносить эти слова. Они были сказаны в контексте, и, вероятно, не нужно было это говорить. В остальном, я не хочу ничего комментировать. В правительстве предложения министра юстиции поддержали, и глава Кабмина прокомментировал сказанное Рожкой на заседание. По словам Кику, нехорошо, когда представители Конституционного суда совершают действия, вызывающие вопросы. Просят определить статус и полномочия Высшего Совета Безопасности. Парламентская группа про Молдову обратилась сегодня в Конституционный суд. Автор запроса Сергей Сырбу говорит, что в июле прошлого года по предложению Игоря Дадона партия социалистов настояла на внесении поправок в закон о государственной безопасности. Эти поправки, по словам Сырбу, превратили Высший Совет Безопасности практически в надгосударственный орган страны, напрямую подчиняющийся президенту. Мы обратились в пресс-службу главы государства за комментарием, но там нам не ответили. В июле прошлого года по настоянию президента социалисты добились внесения изменений в закон о госбезопасности. Таким образом, Высший Совет Безопасности стал сверхгосударственным институтом, непосредственно подчиненным президенту страны. Таким образом, депутат вновь обратился в КС с просьбой высказаться относительно конституционности полномочий Высшего Совета Безопасности, которое Игорь Дадон, говорит Сырбу, подчинил себе. Запрос депутата прокомментировали в партии социалистов. Мы видим, что этот послушный инструмент олигархов вновь обратился в Высший суд, чтобы поставить под сомнение полномочия главы государства. Эта группа прошуровцев, возглавляемая беглыми олигархами, делает все возможное, чтобы заблокировать надлежащее функционирование Высшего Совета Безопасности. НОВАК выразил мнение, что запрос связан с тем, что завтра на заседании Высшего Совета Безопасности будет рассмотрен вопрос о краже миллиарда и концессии Кишиневского аэропорта. В пресс-службе администрации президента на наш телефонный звонок, чтобы прокомментировать обвинения, не ответили. Поправки в закон о Высшем Совете Безопасности парламент одобрил в прошлом июле. Согласно им, этот госорган вправе получать информацию, являющуюся государственной тайной. В этом году без выпускных экзаменов правительство одобрило предложение Министерства образования отменить экзамены на степень бакалавра в связи с бушующей в стране эпидемией коронавируса. Если и парламент поддержит эту инициативу, то дипломы об окончании выпускникам 12 класса выдадут не позже 5 июля. С просьбой отменить БАК в этом году выступил глава Минобразования. Игорь Шаров заявил, что ведомство из всех возможных сценариев выбрало наилучший. Отменить экзамены на степень бакалавра и выдать дипломы на основании годовых оценок. Диплом будет иметь такое же юридическое значение для местных высших учебных заведений и образовательных институтов за пределами Молдовы, в случае, если парламент вынесет соответствующее постановление. По словам главы Минпросвета, отмена экзаменов на степень бакалавра была наилучшим выходом в сложившейся ситуации. Помимо этого, сценария в ведомстве рассматривали еще три варианта развития событий. Провести экзаменационную сессию, как и прежде, в центрах сдачи бакалавра, позволить ученикам сдавать экзамены в своих учебных заведениях или же организовать тестирование в онлайн-режиме. Однако последнее стало невозможным по техническим причинам. Эти три сценария несут в себе риски, если учесть, что кандидатов 17 459. Дети должны будут в течение нескольких дней сдавать экзамены в закрытых помещениях. Проект будет вынесен на рассмотрение в парламент. Если народные избранники одобрят отмену экзаменов на степень бакалавра в этом году, тогда 12-классники смогут получить свои дипломы 5 июля. Из-за эпидемиологической ситуации в стране 15 апреля власти также отменили экзамены в 4 и 9 классах. Скандал вокруг одной из пристроек в столице на стройплощадку на Рыжкановке, где проходят работы по расширению одного из торговых центров, сегодня наведались из мэрии. По их словам, воздвигаемая конструкция не соответствует заявленному в документах. Однако владелец уверяет обратное. Отрицает он и тот факт, что из-за строительства часть тротуара теперь недоступна для пешеходов. Мнение сторон изучили корреспонденты ТВ-8. Что вы строите здесь, Сергей? Не надо вы сейчас вот здесь самый святой и самый честный. Вы проект видели? Вы проект видели? Сколько недель назад, Сергей? Нет, секундочку. Да, видел. Отверьте просто. Документы, которые нам были представлены, не соответствуют текущим работам. Мы пришли с ознакомительным визитом, узнать, насколько хорошо выполняются требования. Позже мы выступим с официальной позицией. Он врет. Насколько мне известно, авторизация будет аннулирована. Посмотрим, как решим проблему с тем, что уже было построено. Руководитель торгового центра, в свою очередь, уверяет, все необходимые документы в наличии. А муниципальные советники занимаются политическим пиаром за его счет. Кроме того, говорит он, есть много недоброжелателей, которые, пытаясь помешать работам, пишут жалобы на него в мэрию. Все разрешения есть. Никакие интересы не нарушаются. Но нашлись какие-то силы, какие-то люди заинтересованные, которые хотят остановить нам строительство входа. В то же время Сергей Артемьев отрицает, что из-за строительства тротуар стал непроходимым. Никакой лимиты. Это все ложь. О том, что у руководства торгового центра нет в наличии разрешающих строительство документов, нам подтвердил вице-мэр Кишинева Виктор Киронда. Они ничего не имеют права там строить до тех пор, пока у них не будет на это разрешения и пересмотренный проект. Несмотря на то, что, по словам Киронды, строительство следует приостановить, сегодня там работа кипела. Возведение пристройки началось около двух месяцев назад. Спасут ли платные парковки от транспортного коллапса? Мэрия Кишинева выступила с новым проектом обустройства платных стоянок. Власти предлагают построить современные парковки на въезде в столицу, а также разрешить автовладельцам парковаться на крайней правой полосе, там, где это не будет мешать дорожному движению. Во сколько обойдется обустройство платных стоянок, да и сколько может стоить один час пребывания на такой площадке, пока неизвестно. Документ будет вынесен на общественные дебаты. Согласно последним исследованиям, в Кишиневе почти 3 миллиона квадратных метров используются автовладельцами под парковку. Если сравнить эту площадь с размерами республиканского стадиона, получается, что водители в столице паркуются на 60 стадионах. Если учесть, что число автомобилистов, да и машин в Кишиневе с каждым годом только увеличивается, отсутствие организованных парковок может стать причиной транспортного коллапса. В этой связи мэрия Кишинева выступает с новой концепцией строительства парковок и призывает всех желающих присоединиться к публичным дебатам. Согласно проекту, предлагается выделить для стоянки крайнюю правую полосу на некоторых улицах. Но чтобы обустроить 20 таких мест, необходимо почти 400 евро. В стоимость входит нанесение соответствующей разметки и установка дорожных знаков. Здесь каждый день паркуются на первой полосе, и это не мешает движению. Сейчас на данном участке стоянка запрещена и установлен знак. Иными словами, если до сих пор автовладельцы парковались на крайней полосе незаконно, то после внедрения проекта водители смогут оставлять здесь своих железных коней. Но за соответствующую плату. Во сколько обойдется платная парковка, пока неизвестно. Другое предложение мэрии – обустройство механических парковок. Но такая система требует крупных инвестиций. 50 парковочных мест могут обойтись в 6 тысяч евро. За обустройство такой парковки должна платить компания, жильцы дома. Да, если хотят обеспечить себе места для стоянки. Сейчас никто этого не делает, потому что парковаться можно бесплатно. В мэрии также предлагают выделить места под платные парковки у въезда в Кишинёв. Оставив машину на въезде в столицу, автовладельцы смогут бесплатно передвигаться по городу на общественном транспорте. Также в центральной части Кишинёва могут появиться многоуровневые стоянки. В центральных зонах у цирка, республиканского стадиона, мы планируем построить многоуровневые или подземные парковки. Обустройство может стоить 15 тысяч евро. На строительство стоянок может уйти до трёх лет. Как заявил Виктор Керондо, вся надежда на частно-государственное партнёрство. Ведь чтобы воплотить задумку, нужны немалые инвестиции. А пока сами водители нам признались, что вынуждены кружить по полчаса в поисках свободного парковочного места. Очень сложно. Сколько времени тратите? Полчаса, не меньше, если в центре. Здесь очень загружено. Трудно. Пришлось ждать 30 минут, пока освободится место. Легче было, когда люди дома сидели. Потом будет сложнее. Бывший городоначальник Дарин Киртуака в своё время обещал построить в центре Кишинёва подземную парковку на 1200 мест. Но до строительства так и не дошло. Против Дарина Киртуака было возбуждено уголовное дело. Пользователи социальных сетей активно обсуждают подробности серьёзной перепалки, произошедшей накануне в самом центре столицы. Стражи правопорядка становили мотоциклиста, поскольку тот проехал на красный сигнал светофора, а регистрационный номер не был виден. Молодой человек отказался предъявлять документы и в общении с полицейскими перешёл на нецензурную речь. Мотоциклиста и его приятеля, который подоспел на помощь, задержали. После дальнейших разбирательств выяснилось, что молодые люди находились в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошёл накануне на пересечении улиц Василия Александрия и Букурешть. Молодого мотоциклиста остановили после того, как он проскочил на красный сигнал светофора. Регистрационный номер был едва заметен. Предъявлять документы нарушитель отказался. В адрес полицейских посыпалась нецензурная лексика. Конфликт получил широкую огласку. Всё происходящее молодой человек транслировал в социальной сети. На помощь ему подоспел товарищ. Чтобы обезвредить нарушителей, полицейские применили электрошокер. В результате потасовки одному полицейскому повредили форму, второй получил лёгкие травмы. Задержанных отправили в республиканский наркологический диспансер. Тесты показали наличие наркотических веществ в крови. Накануне молодой мотоциклист также отличился. Было установлено, что днём ранее мотоциклист допустил такое же правонарушение. Он нарушил правила размещения регистрационного номера транспортного средства. За вождение в состоянии наркотического опьянения задержанные рискуют лишиться водительских прав. Более того, мотоциклисту грозит штраф до 67,5 тысяч леев за проявление агрессии в адрес полицейских. Нарушителем оказался молодой предприниматель. Мы попытались связаться с автором онлайн-трансляции, но на наши сообщения на момент выхода сюжета он так и не ответил. Необычная находка встревожила жителей Еловенского района. В одном из гаражей новый владелец имущества обнаружил сотни противогазов. Мужчина не знал, как поступить с таким богатством и вынес их на улицу в мешках. Соседи предполагают, что средства защиты принадлежали бывшему владельцу недвижимости, который в свое время работал в службе гражданской защиты. На место прибыл экипаж полиции. Противогазы хранили в подвале этого гаража. Рабочие нам поведали, что все маски сложили в мешки и вынесли на улицу. На этой неделе противогазы обещали увезти, но куда – неизвестно. Сосед был знаком с бывшим владельцем участка. С его слов, мужчина работал инспектором в службе гражданской защиты. Как они там оказались, я не могу вам сказать, но предполагаю, что от бывшего владельца дома. Он умер много лет назад, когда-то работал в институте проектирования и в органах гражданской защиты. Во время съемки этого репортажа нового владельца недвижимости на месте не оказалось. Зато посмотреть на выброшенные противогазы прибыли полицейские и мэр села. Ведется расследование. Возможно, полиция выяснит. Часть противогазов можно будет использовать. Хочу вас поблагодарить, что вы вовремя вмешались, чтобы мы вместе приняли правильное решение. По информации полиции, два месяца назад у дома сменился владелец. Обнаружив в своем гараже противогазы, в большом количестве мужчина решил от них избавиться. При хранении противогазов без использования срок годности может составлять до пяти лет. На местном рынке один противогаз стоит около 50 леев. Я желаю вам приятного вечера в окружении тех, кто вам дорог. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин